Я хочу попробовать начать с того, чтобы все настроились на максимально расслабленный ивент. Мы хотим максимального вашего участия для того, чтобы что-нибудь обсудить, поучаствовать. Я надеюсь, в процессе вы привыкнете к тому, что мы будем с Димой часто переключаться на слайдах. Это будет показывать наше мнение, которое в чем-то сходится, в чем-то расходится. Тема довольно привычная для всех. Это то, что каждый видит в своей команде, в своей компании, запросто может транслироваться на какие-то общие подходы. Мы попробуем с Димой рассказать про подходы, которые использовали в своих командах, в своем опыте. Работаем мы вместе достаточно давно. Я первый раз, когда приходил в DataArt, Дима был первый человек, которого я нанимал. И с тех времен мы как бы вместе. Давайте мы расскажем немножко о себе. Спасибо, Стас. Меня зовут Дмитрий Щербина. Как уже сказал Стас, мы работаем почти с пятого класса вместе. Но на самом деле уже прошло пять лет, как мы работаем в компании DataArt. У Стаса эта символическая дата была в январе, у меня в феврале. И, собственно, мы хотим сегодня рассказать о том, что мы вынесли за пять лет работы в компании. В компании DataArt я пришел на позицию мидоразработчика. Начал я разработку в 2010 году, и начиная вот с этого времени я прошел путь от начинающего разработчика до TeamLead, ответственного за мобайл-команду и, собственно, то, как мы видим в развитии, что является сущность кандидата в команде, в процессах разработки и такой разносторонний взгляд. Да, мне хочется немножко добавить о себе. Я сам по себе HR-ом занимаюсь лет, наверное, семь. До этого было у меня экономическое образование. Начинал я в банке, после этого я перешел в IT-компанию. И, скажем, что я нашел себя, мне сразу повезло, я попал в компанию DataArt и чувствую себя здесь просто отлично. Когда мы ехали в Киев, кстати, был очень интересный разговор у нас с Димой, в том числе, который касается сегодняшней темы. Я просто дополню по поводу опыта Димы, что прежде чем он пришел в DataArt, у него было собеседование в другую IT-компанию, где его, например, оценили ровно на два грейда ниже. Так получилось, да, но это я к тому, что все это касается вопросов ожидания того, как разработчика оценивает компанию, либо же как разработчик сам себе позиционирует. Теперь я предлагаю познакомиться с вами. Поднимите, пожалуйста, вверх телефончики ваши. Теперь передавайте их все сюда мне. Я шучу. Заходите на сайт menti.com и вводите туда вот этот пароль. Вот это упражнение мы с вами за презентацию проделаем три раза. Давайте прям, не стесняйтесь, нам тоже хочется с вами познакомиться. Чем больше мы узнаем о вас, тем больше у нас будет правильных, релевантных кейсов. Не бойтесь, это всего лишь фишинговый сайт. Мы ничего не знаем, кроме как ваши кредитки, где вы живете, откуда вы и тому подобное. Я буду немножко переключаться для того, чтобы вот эту штуку. Сейчас, я прошу прощения, что-то... Саша, а у нас есть интернет? Так. Давайте еще раз я включаю. Вот сверху код есть. Да, сверху код есть. И, пожалуйста, отметьте, чем вы занимаетесь, к чему вас ближе всего тянет. Пошли первые голоса. Интрига. Да-да-да. Мне просто интересно. У Савика Шустера там в программе это все меняется. Ты думаешь, как бы между HR-ами будет перетекать в сторону девелоперов? Это не я. Там купленные голоса. Вон сверху кмэнти.ком и пароль 342909. У нас побеждают пока HR-ы, но мы верим в разработчиков. Не поздно еще сменить свой профиль. Мне интересно, как ты предлагаешь как бы мотивировать. Приглашать быстренько кого-то. Приезжай быстрее здесь. Мы проигрываем. У нас пять этажей, поэтому есть шансы позвать. Окей. Это, в принципе, на самом деле показывает как бы просто аудиторию, чтобы мы понимали. То, на что мы рассчитывали, да, то есть мы будем затрагивать вопросы как со стороны девелопера, так и со стороны HR, а в равной степени. Кто еще не отметил, отмечайте, пожалуйста. Мы сейчас к вами перейдем к теме. Мы будем двигаться каким способом? Мы продвинемся сначала, обсуждая любого кандидата, любого человека с точки зрения квалификационного развития с момента до того, как человек устроился в компанию, до момента того, как человек попадает в компанию, анбордится и попадает в проект. И дальше мы рассмотрим на этапе, как человек может развиваться в проекте, либо вне проекта. Супер. Спасибо большое. Переключаюсь обратно на презентацию. У нас пропала слезь. Я не ожидал, что так будет, Саша, мы это не тренировали. Извини. Мы вернулись, снова мы на связи. Когда я оцениваю проект, я беру оценку на определенного сферического метла в вакууме, так называемого человека, которого можно взять в проект, и он будет выполнять эту работу. Что такое вообще сферический разработчик в вакууме? У меня возникла ассоциация с требованием для кандидатов космонавтов. Я думаю, многие из вас еще могли застать Советский Союз, по крайней мере, будущее совсем маленькими детьми. И раньше многие люди, дети, они очень хотели стать космонавтом. Тогда требования для космонавта были очень жесткие. Если вы не подходили под эти требования, то есть, к примеру, у вас был больше 1,8 кг или вес был вне предела от 70 до 72 кг, у вас практически не было шанса попасть в космонавты. Если вы также не обладали идеальным здоровьем, у вас не было никаких минимальных термических вмешательств и тому подобное, у вас также не было шанса попасть в космонавты. Есть даже теория, что космонавты брали людей с абсолютно здоровыми зубами, и это в современных реалиях строить это довольно тяжело. Что мы видим сейчас? Сейчас требования к космонавтам намного меньше, намного менее требовательные. Сейчас главное обладать достаточно хорошим здоровьем. К примеру, требования к росту, они заключаются только в пределах того, что человек в сидящее положение должен занимать до метра роста. Также убрали требования по количеству налетов в часов. То есть раньше космонавты могли стать только опытный пилот. К примеру, Хагарин пролетал больше 220 часов. Как вы понимаете, если брать ежедневные тренировки, это больше года постоянных тренировок и пилотирования. Соответственно, если мы возьмем требования, которые меняются во время эволюции IT, то можно заметить, что тоже меняются определенные тенденции. И не все требования сейчас указаны. Стас может прокомментировать. Да, я хочу сказать о том, что есть еще обратная сторона, это точки зрения HR, точки зрения бизнеса в данном случае, что бывает такое, что не всегда требования, которые предполагаются, должен иметь кандидат, обоснованы с точки зрения бизнеса. Я не знаю, сталкивались ли с тем, что, например, заказчик озвучивает HR некий скиллсет требований, в который могут входить абсолютно те требования, которые не требуются для данной позиции. Аналогично, я думаю, многие из вас, те, кто претендовал на какую-нибудь позицию в IT-компании, сталкивался с тем, что чаще всего проверяют все скиллсеты возможного сотрудничества с клиентом. То есть, не реального, а возможного. Это обосновывается тем, что существует некий конкурентный уровень, который нужно поддерживать для идеальной системы. То есть, если вы не подходите сейчас по какому-то критерию, то, возможно, вы не будете подходить в будущем, когда появится такая аналогичная позиция. И именно этим продиктовано решение стейкхолдеров, которые выдают, с одной стороны, HR-ам вакансии, с другой стороны, HR-а это транслирует собеседникам своим, которых планируют уставить в компанию. То есть, не обязательно на данный момент все эти скиллсеты, которые будут требоваться от вас, будут использоваться в вашей работе. И это обосновано именно с точки зрения бизнеса. Потому что в будущем они могут возникнуть. Именно таким образом, как Дима сказал, у космонавтов возникают требования, чтобы зубы были здоровы. То есть, понимаете, зубы, гляд ли, будут использоваться как раз в этом полете. Но, если, представьте, если эти зубы вдруг испортятся во время полета. Либо флюс выскочит, как только раз, два, три, флюс, и вместо «поехали». Вот поэтому, как бы, это точка зрения HR-а, которая определяет, почему возникают дополнительные требования. И возвращаясь дальше к техническим требованиям, мы можем рассмотреть, какие вообще агрегированные требования к кандидатам различного уровня. Если мы возьмем разработчика, преднедующего на позицию трении, что будет от него требоваться? Какой-то практический опыт? Очень маловероятно. То есть, от человека будут требоваться теоретические знания. Скорее всего, это будет законченное или частично законченное профильное образование. То есть, человек начинает с образования, карьеру в IT со сферы программиста. Но мы не ожидаем... Не спустим! Мы не ожидаем от него то, что он имеет за собой пару выполненных проектов. Какая у него может быть зона ответственности? Его главная задача – это обучаться и перенимать знания у более опытных сотрудников. Следующий этап развития разработчика – это джуниор разработчик. У него уже предполагается наличие определенного продакшен-опыта, к примеру, от полугода или года. Наличие каких-то технических навыков в определенной сфере. То есть, он уже определился, в какую сторону он собирается качаться и что ему для этого, скорее всего, может быть необходимо. Также джуниор отличается невысокой зоной ответственности. То есть, как обычно происходит работа джуниора? Он ему дает конкретно задачу, рассказывает, скорее всего, как эту задачу нужно сделать. То есть, буквально разжевывает часто. Может быть, это будут какие-то абстрактные объяснения, как в этом может задача делаться. Но джуниор постоянно за собой предполагает наличие какого-то более опытного сотрудника, который сможет проконтролировать, куда человек ушел. К примеру, джун может запросто докопаться на таску и уйти не в том направлении. И он будет не знать, что он двигается не в том направлении. Это частая проблема начинающих разработчиков. Я думаю, многие разработчиков проходили через эту проблему, когда они двигаются не в том направлении. Для них очень сложно понять, ввиду отсутствия большого количества опыта, что они двигаются не туда. Соответственно, зона ответственности джуниора – это конкретная задача. Когда мы проверяем, что конкретно он делает, и мы знаем четкие требования принятия данной таски. Если мы будем говорить о случае Мидла, Мидл – это уже человек более опытный, у него может быть 2-3 лет опыта разработки. Он может уже быть ответственен за какую-то конкретную таску, фичу или старю. И мы понимаем, что он может прочесть требования, может их проанализировать, может заделиверить их с определенной долей успеха. Степень доли успеха определяется к ей, и, соответственно, зона ответственности от Мидла немножко более выше, чем джуна, Мидл уже может присматривать в той или иной степени за джуном, может превьюить код. Также преимущество Мидлов в том, что они все еще достаточно мотивированы, как и джуны, им новые задачи воспринимаются очень хорошо, но, в принципе, часто Мидлы делают достаточно разные задачи. Может быть, там, работать с UI, может какие-то тривиальные штуки вряд ли им доверят в проектировании архитектуры на высоком уровне. Следующий этап – сеньор разработчик. Человек уже поведавший достаточно много. Как вы понимаете, мотивировать такого человека уже немного сложнее. Это то, наверное, с чем приходится сталкиваться. Ребята, вам. Да, да, да. На самом деле нам, к примеру, приходится сталкиваться довольно часто. Вот от себя я могу добавить на этом слайде. Вот помните, я упоминал про ситуацию, которую Дима рассказывал, когда он собеседовался. Как вы думаете, на какой уровень его оценили, когда он пришел в компанию DataArt? Можно с места крикнуть. Правильно, да. Дима усилие как медла. Как вы думаете, на какой уровень его оценили, когда Дима пришел собеседоваться в другую компанию? Вот где-то там. Вот где-то там. То есть, понимаете, да, существуют некие закрытые системы, которые оценивают совершенно по-разному вот этих вот скиллсет людей. И все зависит от тех ожиданий, которые выставляет сам заказчик. Здесь, к сожалению, дорогие HR, мы здесь будем находиться в более подневольной ситуации. Но как можно на нее повлиять? Как можно на нее повлиять? Выдавать конечные результаты после того, когда вы убедитесь, что не существует альтернативы. Я объясню на своем примере. Довольно часто происходит так, что когда вы проводите собеседование человека на входе, вы знаете о том, что человек довольно успешный, судя по его резюме, и довольно опытный. Но вы получаете в результате довольно неожидаемые результаты. Что нужно сделать в первую очередь? Пойти и уточнить, почему такие результаты получились. Попробуйте получить дополнительный фидбук от человека, который его собеседовал. С точки зрения разработчиков, здесь штука простая. Рынок сам себя урегулирует. Диму где-то оценили как тройни, и он пришел, его к нам оценили как мидл, и он нашел это, собственно, свое место. Возвращаясь к триме от тинеров, чем еще могут выделяться тинеры, как по-вашему? Я думаю, что у всех есть какое-то представление по поводу зоны ответственности тинера, то есть что туда может входить? Чем могут заниматься тинеры? Какие у вас есть вопросы? что на самом деле мысль у человека, как я только что высказывался, довольно интересная. Что каждый должен рассчитывать, что он, будучи профессионалом в своей зоне ответственности, он так или иначе участвует в продаже себя и проекта. Даже если он не выступает активным продавчиком, он будет продавать как минимум результат своей работы и дальнейшее участие этой команды. То есть вы можете думать о том, что вы выполняете, просто свой скоп обязанностей. На самом деле вы являетесь частью большой продажи. Прокомментируя по поводу продажи, в той или иной степени мы все участвуем в инвестинировании проектов. То есть даже не будучи там ким лидом, не принимая прямо участия в продажах, намного прийти и спросить, сколько будет занимать этот проект во времени, сколько ресурсов нужно для того, чтобы закончить этот аск, фич и так далее. Это тоже часть продаж. И нужно уметь аргументировать это. То есть это приходит с опытом, к сожалению, не знаю идеального способа к этому научиться, кроме как делать это с определенной долей частоты. И также я бы хотел еще добавить, что в зону ответственности старшего разработчика входит обучение более молодого поколения. Когда мы учимся сами, мы понимаем, какие у нас есть пробелы в нашем знании, чему мы можем научить новых. То есть это как логичная степень передачи поколения. Мы начинаем вот с уровня трении джуна, когда учат нас. Когда мы понимаем, что мы уже доходим до какого-то определенного уровня, есть мысль взять трении. В принципе, был опыт взять трении и у нас в компании DataArt. К сожалению, он был не совсем удачен по тем или иным причинам. Скорее тут повлиял более человеческий фактор. Ситуация была такая, что человек нам пришел и он хотел устроиться на роль Android-крыни, но Android-позицию закрыли буквально неделю или двумя ранее. И вот какой-то период времени мы пару месяцев, скажем, обучали человеку iOS-разработки, но на третьем месяце мы видим, что человек абсолютно сопротивляется принятию каких-то гайдлайнеров, каких-то стилей или наших рекомендаций. В общем, мы следим озвучать встанно, потому что нужно всегда уделять внимание обучение более молодого или менее опытного поколения. Объясню, почему. Почему это будет способствовать вас, вашему восприятию как синьор уровня специалиста. Потому что каждый раз, когда вы уделяете время на обучение вашего окружения, вы тем самым пытаетесь перевознести свое окружение. То есть очень хорошо, очень удобно выделяться на фоне тех людей, об этом еще немножко поговорим, на фоне тех людей, у которых небольшой опыт. Чем больше вы обучаете свое окружение, тем больше вы подстегиваете себя быть выше, чем это окружение. И в этом как бы кроется основная особенность, что если вы хотите быть уровня сеньор или высшим разработчиком, любого рода профессионалом, в первую очередь нужно начинать делиться своим опытом с окружающими, менее опытными коллегами. И следующий слайд просто отображает одну из мыслей, которую мы частично затронули. Всегда нужно выстраивать ожидания к себе на этапе собеседования. С точки зрения HR очень правильно озвучивать каждую особенность вашей компании, которую вы продаете человеку, которого вы собеседуете. Потому что именно на этапе собеседования закладывается первое впечатление, которое будет в дальнейшем влиять на все отношения между HR, между бизнесом и человеком, который готов поучаствовать в взаимодействии в контракте в таком случае. Аналогично с другой точки зрения любому человеку, который подается на любую из вакансий, он должен понимать, что так как вы себя преподносите, такие будут ожидания транслироваться. Самый простой пример, если вы приходите к компании и начинаете собеседоваться, вы должны понимать, что человек, который вас собеседует, не является окончательным звеном, который принимает решение о вашем трудоустройстве. Но, что очень важно, он будет свое мнение, свое экспертное мнение транслировать человеку, который будет это решение принимать. И зависит от того, как вы себя поставите, так эта информация будет транслироваться. Если вы преподнесете себя как очень экспертный человек, то значит ожидания компании будут приблизительно такие. То есть нужно понимать о том, что человек, с которым вы собеседуетесь, HR в данном случае или оккультёр, он будет в первую очередь транслировать это мнение. Он не будет принимать решение о принятии вас в компанию. И возвращаясь к этой же теме, я хотел бы добавить, что если мы не будем на случай своих ожиданий как разработчики, многие из нас довольно интровертные люди. Нам сложно говорить о чем-то откровенно. Но если мы не будем признавать это как минимум для себя и просили в это время общения в интервью, к сожалению, рекрутеры не узнают о том, что именно нужно нам. И не факт, что мы попадем в оптимальное для нас место. Но если люди знают, что мы ожидаем, и они могут предоставить это нам, то значит мы попадаем в подходящее для нас энергию, и мы будем там разжаться, и мы будем себя чувствовать комфортно. Но если мы примем оффер, который нас, допустим, будет устраивать только частично, будет сложно потом найти внутреннюю мотивацию для того, чтобы приходить на работу каждый день, чувствуя себя в своей тарионке, чувствуя себя дома, то, что происходит у нас. Да, здесь мысль заключается в том, что как вы себя поставите, так оно и будет дальше двигаться. Вот кто смотрел мультик «Королев», возьмите руку вверх. Ей. Помните вот этих трех гиен, да? Отлично. А теперь мысль. Попробуйте, как бы, не знаю, вспомнить, кто вам кажется самый умный из этих гиен. Помните вообще, как они там себя вели? Вот тыкните пальцем слева, по центру или справа. Кто там был самый умный? Слева, да, который как бы рассуждал там. Мысль заключается в том, что вопрос экспертности, вопрос дальнейшего развития всегда будет заключаться на фоне, который вас окружает. То есть представим, что мы как бы уже дошли до этапа, когда мы припали в компанию, мы сейчас уже начинаем там претендовать в новый проект или работать в каком-то проекте. Так вот, с точки зрения HR достаточно часто возникают кейсы, когда человек находит ограничения или внешние блокеры в том, что его окружает. Может, команда не очень опытная, может, технологии довольно так старые, либо проект не очень развитый. Так вот, на вот таком банальном примере я вам просто хочу сказать, что вот эта вот левая гиена на фоне остальных двух, она вот кажется прям вот смышленой, да? Вот если мы будем, конечно, сравнивать, там не знаю, с кем, со шрамом, да? На фоне шрамов они, на фоне шрама она кажется, она как бы, ну так себе. Ну, вряд ли она поведет всю как бы стаю, армию, гиен за собой. Но вот как бы на фоне вот этих троих она явно выделяется. Поэтому я хочу сказать, что один из важных, из важнейших вопросов вашего развития, независимо от того, чем вы занимаетесь, как раз будет ваш фон. Понимаете, на фоне чего вы будете показывать себя как эксперт, как специалист, как профессионал. Вот. Это как бы подкрепляет мысль о том, что вам в первую очередь нужно уделять внимание развитию вашему окружению. Чем выше, чем экспертнее ваше окружение, тем больше у вас вероятность оказаться умнее на их фоне. Да, давайте теперь потренируемся еще раз доставать телефоны, передавать их вперед, как мы договорились. Так, я сейчас... Саша ушел, тогда можно клацать как хочешь. Хотели спросить вас, что по-вашему важнее для специального кандидата Харскивы или Холстывы? Ну, это такой извечный вопрос, который, наверное, нам с Димой просто интересно понять. Сейчас, секундочку, ребят. Так, сорян. Давайте введем новый код 62-43-82. И попробуйте, пожалуйста, оценить, как вам кажется, что важнее софт-скиллы или хард-скиллы в работе, в вашем персональном развитии. Можно прямо опираться на свой опыт. Вот представьте, что слева это наименее важное, справа это наиболее важное. Попробуйте оценить степень каждого из этих пунктов. Окей. Практически парикет. Ну, конечно. А вы-то думали? На самом деле, как бы это очень показательная штука, да, вот почему мы с Димой договорились о том, что попробуем выступить таким образом. Потому что обе точки зрения по обе стороны процесса, они расширяют в данном случае наш вижн. То есть, неважно, кого мы представляем, это просто раскрывает вижн той инфраструктуры, в которой мы как бы с вами варимся. Окей. Смотрите, по нашим результатам софт-скиллы важнее хард-скиллов, но ненамного. Давайте я обратно вернусь, а Дима продолжит. Чем это может быть обосновано? Тем, что хард-скиллы их довольно легко проверить. Потому что мы можем провести техническое интервью. То есть, мы можем четко понять, с чем работал человек, какие технологии у него были, в его опыте, с чем, когда и сколько часов он работал. С такими проблемами сталкивался. Намного сложнее проверить какие-то софт-скиллы. И это, наверное, происходит больше на каком-то определенном интуитивном уровне. То есть, меня, как человека, который интервью других разработчиков, во время общения длительности около часа довольно тяжело определить, насколько человек может решать те или иные жизненные задачи, которые возникают во время разработки. Определенные конфликтные ситуации. То есть, мы можем спросить о достижении человека. Если человек, например, работал в гиблидом определенное время, как он помогал развиваться команде? Как он решал определенные конфликтные ситуации? Как он работал с клиентом? Может задать эти вопросы? Но, во-первых, человек не факт, что ответит полностью всю правду. Во-вторых, скорее всего, люди склонны преподавать себя в более приятном, ярком свете и более добродушен. То есть, условно, проверить то, что он не знает Java или не знает iOS на много речи, чем проверить то, как он хендит различные проблемные ситуации в своей жизни, используя при этом софт-скиллы. Да, с точки зрения HR это все, в принципе, в правду том, о чем Дима говорит. Я хочу, по сути, здесь добавить, как на это смотрит компания, когда нанимает человека для дальнейшего сотрудничества. Смотрите, я когда-то там еще не так давно, около года назад писал статью на Доу о том, как важны определенные скиллсет для развития профессионала с точки зрения дальнейшей экспедиции. И там, знаете, как на Доу происходит, холивары в комментариях это вот оно. И там один, я заметил, что очень интересно было на самом деле почитать, одна из главных мыслей, которая была в комментариях, о том, типа, да ну, вот эти вот все скиллы, о чем вы говорите? Вот нужно педалить, пиши код и все. Это все, что от тебя требуется. Я на самом деле здесь с этим соглашусь. С небольшим уточнением. Хард скиллс это то, что вы продаете, по сути. Это ваша экспертиза. Но представьте, если бы не было в данном случае здесь софт скиллс. Хард скиллс ушли бы под воду. Да, потому что вырвался бы уровень воды. Вот в этом и заключается главная мысль о том, что софт скиллы может быть так же важнее, а может вообще важнее, чем хард скиллы с точки зрения продажи. Не с точки зрения деливери, а с точки зрения продажи, как себя. Потому что без существования софт скиллс ваше зашумление, зашумление пространством, зашумление коммуникациями, ваши хард скиллы просто бы прятали за всем этим. То есть это совершенно нормально. Человек не идеальное существо. И мы привыкли обращать внимание в первую очередь на то, что кидается в глаза. Если где-то проблема где-то снизу, в коммуникациях, где-то есть не знаю, определенные какие-то невыстроенные ожидания и это высказывается в беседе с человеком. Это будет бросаться в первую очередь. Мы можем долго спорить, насколько важны хард скиллы. Они важнее всего. Конечно, без этого вообще бы не было ничего. Но софт скиллы нужны не для того, чтобы зарабатывать с ними. Они нужны для того, чтобы превозносить ваши хард скиллы. также нужно искать баланс. Если человек, к примеру, обладает очень классными софт скиллами, значит, он может с легкостью проходить некоторые технические собеседования и может преподать себя в более лучшем цвете, имея более низкие хард скиллы. Может произойти наоборот. Мы можем иметь очень отличного технического эксперт, который обладает достаточно готовой интровертностью и выявить его софт скиллы будет достаточно проблематично или он покажется неэкспертом в своих делах. Но при этом у него будут являться очень высокие хард скиллы. Поэтому нужно уметь выявлять такие особенности человека. И переходим дальше к определенно ветке развития. Это примерное изображение, куда может развиваться каждый из разработчиков или кей. то есть к примеру от джуниор разработчика мы можем стать софтвер архитект или условно принцип инженер, которые не особо распространены на рынке СНГ. Также можно уйти в ветку project менеджера, то есть начинать прокачивать больше PM-ские скиллы, то что частично происходит больше со мной, потому что на последних трех проектах я выступаю в роли тим-лида и соответственно я понимаю, что софт-скиллы для меня достаточно важны, но при этом чем больше ты уделяешь времени СОФСКИЛЛА, тем больше приседают твои тексты, потому что не держа руку на пульсе технических навыков, очень сложно развивать себя как программист. Соответственно для вас очень важно понять, что вам больше нравится. Я встречал довольно множество очень классных технарей, которые в какой-то момент стали уходить в сторону project менеджмента, то есть уходить в сторону листва. И потом не всегда им это нравилось. Как вы думаете, что будет, если мы поставим самого сильного технического человека в команде в роль кем-лида? Какая идея, что произойдет? Давайте пообщаемся. Пожалуйста, можно выкликивать с места? Можно все-таки микрофон сказать? Я думаю, что в общем с ним все балансы всей Филандии по-своему если это будет чисто повреждать, то после этого ему придется решать всякие объекты с игроками, которые выбирают это митинг, пусть по-симистинам общаться, подробиться, и в итоге там будет быть на поле и в команде которая думала обычно веро в что время нам с Димой предлагали выступить еще в одном городе, вы не хотите с нами поехать, мне кажется, мы на одном волне. Это история собственного опыта, или это представление, то есть насколько это лично наболевшее или не наболевшее? Нужно уточнить еще? У кого еще какие мысли? Да? Возможно поделку очень интересно можно нас убирать на себе или даже не спорить ее так что вообще все надеется что можно все не сказать что это не не окей вы чувствуете в аудитории приблизительно плюс-минус одно и то же мнение ходит потому что если поставить самого скиллового разработчиков в команде на позицию тим-лида то весь перформанс команды просядет как ни странно если вы поставите этого человека роль тим-лида не факт что вы получите хорошего тим-лида но факт что вы можете потерять очень хорошего технического развития человека и это то что может произойти часто на проектах но попробовать все таки я думаю стоит в некотором случае если вы видите свое развитие Если вам не нравится, вы всегда можете откатиться на стопельного глад и дальше развиваться технически, то есть прокачивать технические навыки. Технические навыки, они всегда восприниманы на рынке, это то, что делает вас уникальным и делает вас протеиспециалистом. Вот я хочу просто добавить, что с точки зрения HR существует достаточно много вариаций, когда человек может свечнуться где-нибудь на вот этих стадиях, когда ощущение, что есть желание поменять свою технологию, поменять вообще сферу рода деятельности. Например, очень хороший пример, который есть в компании DataArt, в Херсоне у нас есть коллега, которая была QA-разработчиком, senior QA-разработчиком, она ушла в декрет и вернулась, угадайте, кем? Вот хорош! А еще? На какую технологию она вернулась? Вкидывайте, нет, не Java. Может попробуйте, попробуйте поэкспериментировать, вопрос подвоха на самом деле, если бы все так было просто HR, то что-то близкое. Да, PR-менеджером, не Катя просто работает HR. Да, девушка на самом деле вернулась PR-менеджером, то есть я к тому, что мысль о том, что не ставьте себе лимитов по поводу того, где является ваша экспертиза. Естественно, если вы будете переходить на более отдаленную зону ответственности, то, конечно, где-то вы можете просесть на определенный уровень. Но, тем не менее, ограничений с точки зрения, куда пойти, абсолютно нет. Вот, следующая моя мысль, которую я как бы хотел продолжить после того, как мы с вами начали обсуждать, по поводу ошибок. Вот здесь мы говорим о том, что если человека поставить на, скажем так, не самую актуальную роль, да, для того, чтобы команда посядет, то это будет плохо, это, скажем, будет ошибка какая-то. Вот здесь как бы моя мысль, которую я хочу попробовать транслировать вам, а мысль о поводу ошибок. Я смотрел Futurama. Ей. Отлично. Там была серия по поводу того, когда Бендера запустили в космос, и он как бы дрейфовал. Знаете, он просто не мог остановиться, потому что сила была задана. Вот. И в какой-то момент на нем как бы начала расти плесень. Вот из этой плесени начали появляться как бы маленькие людишки, и вот они как бы основали там цивилизацию. В общем, итогом этой серии было то, что они друг друга все поубивали. Но это на Бендере заключил как бы какие-то там неправильно паритетные отношения, и все уничтожила ядерная война. И в какой-то момент Бендер прилетает к краю вселенной и встречает там вот Бога. Нечто, что особляет Бога. И они начинают диалог о том, что как бы, ну, слушай, да, у тебя все было хорошо, пока все не умерли. Вот. Ты с этим отлично справлялся. Но мысль, которая заключалась именно в этой серии, просто меня вот будоражит каждый день. О том, что он начал после этого спрашивать, а, типа, ну, как у тебя вообще получается это делать, там, без ошибок? Вот. А кто тебе скажет, что я делаю это без ошибок? Если бы я делал без ошибок, то, скорее всего, все бы подумали, что я ничего не делаю. Люди склонны привыкать к какому-то перформансу с течением времени. Если вы будете делать все время хорошо, скорее всего, все бы подумают, что так оно должно быть. Да, ну, как бы, вот лучший сервис, который оказывает, например, Саша, да, вот, это когда вот все работает, да, вот как только что-то плохо случается, да, как бы Саша вот перформит на самом высоком своем уровне. Вот здесь, как бы, заключается та же самая мысль, что если вы делаете всю свою работу постоянно хорошо, если вы боитесь ошибок, если вы боитесь рисковать, то не будет контраста. Все привыкнут к тому, что это должный уровень, если особенно, тем более, если вы не делаете скачки. Поэтому делать ошибки – это хорошо, это нужно, да, и не стоит их абсолютно бояться. Вот можете передать это, как бы, там, по цепочке в компании. Я надеюсь, как бы, эта мысль будет транслироваться, распространяться дальше. И есть еще дополнение к этой теории о том, что в бюрократическом обществе люди, бывает, занимают настолько высокие позиции, что их компетенции бывает недостаточно для того, чтобы соответствовать этой позиции. То есть их повышают настолько высоко, что они уже, их скиллсета не хватает для того, чтобы хорошо перформить на этой позиции. Поэтому об этом тоже не стоит забывать, что иногда, когда мы, например, пушим человека и вытягиваем его на позицию, это не всегда может быть лучшей идеей, потому что человек должен сам прийти к этому. Если мы назначаем человека на данную позицию, мы должны четко понимать, что он будет соответствовать этой позиции. Переходим дальше о продолжении темния о том, что нужно делать ошибки. Ошибки происходят там, где выкончится наша зона комфорта. Я думаю, каждый из нас знает, что такое ощущение зоны комфорта. Когда мы делаем рутину. Нас эта рутина в целом устраивает. Мы не делаем ничего нового. Мы делаем ее из одного в день. В целом ничего плохого происходит, не происходит. Но и ничего хорошего тоже не будет меняться в вашей жизни. То есть, если вы достаточно амбициозный человек, ясное дело, вы ставите себе более высокие цели. И вы пытаетесь их выполнить каждый день. Вы стараетесь быть на 1% лучше, чем вы были вчера. Таким образом, у вас происходит определенный прогресс. И, соответственно, это то, что очень важно в жизни и развитии каждого из нас. Ставить какие-то более высокие цели и не бояться выходить из зоны комфорта. Потому что зона комфорта, она поглощает. Она заставляет вас погрузить в этой рутине. Знаете, не слышали? Был тренинг какой-то там не так далеко. Там, где приезжал какой-то известный спикер мотивационный. Рассказал, что становитесь в мотивирующуюся позу. Принимайте лучи вселенной. Выходите из зоны комфорта. Но я просто хочу добавить мысль Диме о том, что мы не из тех. Мы не из тех тренеров, которые просто расскажут, что выходите из зоны комфорта. Наша мысль, наше желание попробовать транслировать мысль о том, что комфорт, зона комфорта, она в первую очередь связана с вашим ожиданием роста профессионального. Без этого никак не получится обойтись. Самое интересное, что зона комфорта, попробовать задуматься вообще природой, что такое зона комфорта. На самом деле зона комфорта это нечто, которое сидит вот здесь. Это не какая-то конкретная зона вокруг вас. Как только как бы вот здесь free your mind, так только как бы начнется какие-то конкретные изменения. При том, что независимо от того, будет ли это хорошие или плохие изменения, это будут изменения. И это будет самое важное. И как можно выйти из этой зоны комфорта? Какими вопросами можно задаться, если вы рыбочек, если вы HR, если вы просто чувствуете, что вы погрузили в эту рутину, которую вы делаете каждый день? Вы можете задаться вопросом, что я могу делать нового? Чем я могу быть полезна своей команде или окружающим людям? Это не обязательно может касаться конкретно данной работы. К примеру, с недавних пор мы участвуем в чатике, который contributed в датардовский профайл Instagram. Привет, Настя. Которая добавила людей активных туда, и эти люди мы выплатим фотографии из нашей жизни и прутины. Поэтому подписывайтесь на наш Instagram, если вы хотите узнать, как происходит жизнь в дата-арте. Это то, что не касается прямой зоны ответственности. Я разработчик, я не должен делать фотографии. Это то, что мне нравится, то, что я могу делать, и чем делать окружение лучше. Что могу сделать полезного? То есть, чем вы можете улучшить проект? Вам что-то не нравится? Попробуйте изменить это. Да, некоторые изменения могут требовать достаточно большого числа ресурсов. Но некоторые изменения мы не можем повлиять, потому что это выходит из зоны нашего контроля. Или из зоны нашей ответственности. Но попытаться что-то сделать вы можете. Если у вас в окружении человек, у которого вы можете перенять опыт. Было бы круто, если бы вы нашли наставника, у которого вы можете перенять людей. Однажды, когда я был еще достаточно таким зеленым разработчиком... Меня укусил темлит. Как вариант. Я подошел к Ему и спросил, что мне нужно сделать для того, чтобы стать темлитом. Он задумался. У каждого свой путь. Нет идеального ответа на данный вопрос. Каждый ищет свой путь. Мой путь был в том, что я начинал делегировать определенные задачи другим людям. И брать на себя больше ответственности. То есть, выходя из зоны комфорта, ответственности только за конкретную задачу, на которую поставил, засанил на меня PM. Я старался быть ответственным за деливери продукта. За релиз. За общение с клиентом. То есть, расширяя свой круг ответственности, вы увеличиваете свою экспертизу. Вы становитесь более ценным для компании. И становитесь более влиятельным. И при этом растет зона вашей ответственности. После того, как вы увеличивали свою зону ответственности, вы можете прийти к PM, DM, начальнику, кто стоит над вами, сказать, что смотрите. Я не просто, например, спросил, как стать кем-то или кем-то. Я вот расширю зону ответственности в этом направлении. Я делаю немного больше. Соответственно, я теперь на полступеньки выше. Считаете ли вы, что я соответствую этой зоной или этой роли? Если не считаете, то почему? Можно попробовать провести диалог и понять, где еще человек не дотянет для того, чтобы выйти на этот уровень, который он хочет. Все правильно. Кто играл в игру Overwatch, поднимите руку. Вот я не поднимаю. Немного. На самом деле, давайте я расскажу, я в теме, но я не играл, но я в теме. Я расскажу для тех, кто не играл, что это за игра. Игра представляет собой определенный шутер, цель которого, не знаю, достичь какой-то задачи во время раунда, на какой-то неограниченной карте. Особенность последнего времени любых компьютерных игр, в которые играют несколько людей, это существование классов. Вот без этого, как бы, цель команды вообще была довольно отдаленно. Ее очень было бы тяжело достичь. Вот в этой игре существует там 4 класса. Ну, их существует совсем больше, но существует 4 роли. Первая это атака, защита, танк, который будет придерживать в случае атаки полностью людей и брать на себя основной урон. И человек, который саппортит, задача которого, например, летать по карте и лечить. То есть не убивать других, не достигать цели всей миссии, а вот именно лечить, для того, чтобы побочь всем остальным преуспеть в этой миссии. И мысль отличается в том, что ваше профессиональное развитие в первую очередь зависит от того, как вы исполняете свою конкретную роль. Если преуспевает команда, преуспеваете и вы. Вот здесь, как бы, должно быть четкое, как бы, равенство. Если команда не преуспевает, вы не можете преуспеть. И иногда на практике HR я очень часто замечаю конфликт в головах, который возникает. Ну, как бы, я хочу, там, расширение своих полномочий. Я хочу, как бы, попробовать как-то сдвинуться с зоны своей комфорта. Как же мне это сделать, если у меня есть определенная роль? Вот этот сдвиг должен происходить в определенную фазу развития. То есть, вы не можете, например, вот прям перед демо сказать, меня задолбало быть разработчиком. Я хочу, вот сейчас давайте, я сейчас проведу самого демо. Вот штука в том, что вам нужно выбрать момент, в который вы хотите расширить свои полномочия. До этого момента, если справляется команда, справляетесь и вы. И в дополнение к этой мысли хочется привести пример. Если вы возьмете в команду трех синер-разработчиков по одной и той же технологии, что произойдет? Коллапс. Если мы условно посчитаем, что они offensive друг к другу, или их роль offensive, они будут атаковать друг друга, они будут выяснять, кто более авторитетен, и никакого коллаборейшена не будет расследить. Но если мы возьмем, например, трех разработчиков разных уровней, это будет джуниор, мидл и синер. Как вы думаете, это будет более успешный коллаборейшен? Потому что у них будет возникать синергия. То есть, мы можем ожидать, что, например, джуниор будут даваться более легкие задачи, простые. Мидл будет за ним виноват присматривать и, скажем, разрабатывать, контрибьютировать довольно большой процент проекта. Синер будет заниматься коммуникацией и, скажем, архитектурным направлением. Соответственно, они будут работать в коллаборейшене. Их роли будут распределяться. Поэтому очень важно балансировать команды. Если вы не балансируете команды, у вас могут быть проблемы. И это тема, пожалуй, отдельного этапа. У вас будут проблемы. Поэтому каждый из нас важен на проекте. И если вы набираете человека в проект, вы должны понимать, каким скейлсетом он обладает, насколько хорошо он интегрируется. Поэтому, возвращаясь к теме о сферическом прохрамисте вакууме, не каждый сферический прохрамист будет подходить на конкретный проект. Если у меня есть возможность помочь в стаффинге, и я знаю, например, человека, с которым я уже работал, и знаю его особенности, плюсы и минусы, каждый из нас обладает как плюсами, так и минусами. Например, некоторых людей не стоит представлять клиенту, потому что они достаточно прямолинейные или грубые. Если клиент спросит, можно ли это сделать, сразу в ее дне. Нет. Один из уроков, которых я вынес во время последнего ансайта, что нельзя клиенту говорить, что это нереализуемо. Вот правда. Даже если мы говорим, что мы сомневаемся, что это реализуемо, они все равно не принимают этот ответ. Знаете, какой был комментарий со стороны CTO о том, что вы думаете, что в данный момент это нереализуемо? И он оказался прав. Да. То есть мы разрабатывали систему, которая в тот момент в начале нашей разработки казалась нереализуема. Мы провели какой-то ресерч на предложении одного места, нам все еще казались некоторые фичи нереализуемы. Но по происшествию времени мы понимаем, что есть обходные пути, и эти пути, они всего лишь требуют определенного времени. Да. Если вы занимаетесь стаффингом, если вы вкладываете в роли HR, то ваша primary цель – это не закрыть позицию любым образом, а закрыть позицию таким образом, чтобы дополнить роль, которой не хватает в данной конкретной команде. Поэтому без уточнения, что ищет команда, что ищет конкретный юнит, конкретная структура, то, скорее всего, вы придете к тому, что в ближайшее время эта позиция откроется заново. Здесь мысль о том, если мы стаффинг в проект, то совет людям, которые попадают в новое окружение. Мы когда с Димой делали этот слайд, то мы общались, что есть две точки зрения на этот слайд. Моя точка зрения – вот так могут выглядеть люди, которые приходят на этот проект, которые подсаживаются слишком близко и слишком активно начинают себя вести, пытаясь узнать, как все-таки законтрибутить. «Какая моя роль?» И потом, как бы не замечает, уже как-то начинают делать массаж. И есть вторая точка зрения о том, что приходит, например, человек, разработчик новых проектов, он достаточно инфра-верки, и тут на него напирают, типа «ты должен делать то, ты должен делать то». А он не знает, как... «Расслабься, расслабься, ты справишься». Ну, приходит веб и говорит, что «давай, ты справишься, быстрее, быстрее, заделиверим это сегодня, но потом это заделиверить через неделю, но не сегодня, тем более не вчера». Поэтому нужно понимать, что человеку нужен определенный уровень комфорта и пространства для того, чтобы так помнить нормально. Да, то есть все, что мы сейчас объясняем, мы просто хотим связать в одну цепочку, что одно без второго не будет. Вот, правильной адаптации в проект, правильной адаптации на свою роль не будет без времени. На адаптацию нужно время. Никто не сможет переформить вот так вот с нуля, если попадает в новый инвалид. Поэтому, в первую очередь, время. И переходя к следующей мысли, я думаю, Атолий, я знаю, что такое РПГ. Хочу раз кто-то странил свою жизнь как РПГ. Была ли такая мысль, что вы прокатили? Да, есть вот, ребята, спасибо. Мы точно вас приглашаем с нами покататься по городам. Расскажите о своем пути развития. То есть, если представить жизнь как РПГ, это значит, что мы прокачиваем определенный стил, определенный навык, мы инвестируем время, деньги, ресурсы, здоровье и так далее, для того, чтобы прокачаться в определенном направлении. Я думаю, когда мы идем в институт, мы ожидаем о том, что мы переймем какие-то навыки от преподавателей, мы узнаем что-то новое, мы прокачаем, получим какую-то корочку, ачивку, сертификат и так далее. Когда мы идем на работу, мы тоже развиваемся. Каждый день мы обучаемся от окружающих нас людей. Но очень важно понимать, что вам нужно калибровать тот момент, где вы находитесь сейчас и то, куда вы двигаетесь вперед. Это достаточно важный момент, если вы хотите развиваться в куче. Как это можно делать? Один из способов, это проводить карточки, проводить ревью самого себя или приходить к человеку, который ответственный за это. У нас в этом плане есть толкины. Стас, можешь рассказать, пожалуйста? Да, на толкинах на самом деле узнает достаточно много новой информации, о которой он не знал о человеке раньше. Например, одна из мыслей, которую я пытаюсь транслировать и тренировать себе, это ходить почаще в отпуск. У нас в компании, например, после какого-то большого анализа можно было найти человека, который работает в компании около 10 лет и при этом умеет в резерве выпуска больше 140 дней. Представляете, сколько человек не ходил в отпуск? Мне тяжело присчитать, как бы представить. Вот мысль с точки зрения HR на персональное развитие и воспринимание себя как жизни, что абсолютно все факторы вашей личной жизни будут пересекаться с вашим дальнейшим будущим в профессиональном развитии. Банальная связь. Если вы не ходите в отпуск, вам будет тяжело развиваться, потому что вы будете чувствовать определенный дискомфорт, тяжесть, усталость и все это будет сказываться на вашем личном перфоменсе, на вашем личном времени. Поэтому, если вы ощущаете, что в вашей карьере есть какой-то застой, в вашей экспертизе есть какой-то перерыв в дальнейшем развитии, возможно, не всегда вопрос кроется в том, как вы исполняете свою работу, а иногда, как вы отдыхаете. Если вы не ходили в отпуск в последний год, возьмите, уедете в домик, в деревню, где-нибудь, отключите телефон, интернет, просто попутите сами с тобой, подумайте о своих мыслях. И, возвращаясь к теме жизни с РПГ, на самом деле, есть приложение, которое можно вкачать. Если вы хотите попробовать смачить свои жизни с РПГ, есть две ссылки. Первое — это iOS-приложение, второе — Android, зависимо от того, какую систему вы предпочитаете. К сожалению, Windows Phone я не нашел, поэтому... В топку Windows Phone. А давайте мы подождем пару секунд, пока все успеют. На самом деле, прикольная штука, попробовать себя воспринимать как персонажа. Кто-то играл в Lineage? Еее! Снова есть. Да, вообще. Будем качать персов. А есть здесь аж по 50 уровня. Отлично. Давайте дальше. Возвращаясь к теме развития, как можно понять, куда вы развиваетесь? Постройте карточки своего развития. То есть, к примеру, вы сейчас находитесь на уровне middle, middle, плюс разработчиков. Вы хотите стать синяя разработчиком, вы хотите стать тимблюдом, вы хотите стать CTO. Это уровни, которые вы ставите сами себе. Вы можете проанализировать и попробовать понять, что входит в зону ответственности в основные задачи, которые необходимы для уровня, которого вы хотите достичь. То есть, уровень зоны ответственности CTO входит довольно множество сложных вещей. Финансы, поиск новых проектов, people management и так далее. Если вы всего лишь занимаетесь технической разработкой, это не так и плохо. Но для того, чтобы стать на уровне CTO, я думаю, вам стоит пройти довольно длительный путь, и поэтому нужно калибровать, где вы находитесь в данный момент. Но, к примеру, развитие от медла до синера, оно более прогнозируемое. Если вы не знаете, как это сделать, вы можете подойти вообще со Сычарем, можете подойти вообще со более опытными разработчиками, которые сидят недалеко от вас и спросить, как они пришли к этой позиции, что им помогло это сделать, то есть, что нужно для человека, чтобы подойти от этого уровня дойти до следующего уровня. Иногда вы можете понять, что, к примеру, от вас это будет требовать 5 лет опыта работы в данной компании или в данном направлении, или 20 лет опыта работы. И, может, вам это не очень понравится. Может, есть смысл рассмотреть альтернативный путь развития, может, есть смысл рассмотреть другое направление. Вот, как пример, классно, что у нас идея ушла в PR. Все зависит только от вас и никто, кроме вас, не знает лучше, чем вам стоит заниматься. То есть, пробуйте спросить себя, откалибруйте, насколько вам нравится заниматься IQ. Может, вы в данный момент находитесь на своем месте. Может, вам стоит уйти из DA в HR. Может, вы чувствуете, что вы в данный момент HR, но вы хотите уйти в DA. Почему вы нет? Если вам это действительно нравится и вы черпаете с этого энергию, это очень круто. Продолжайте заниматься в этом направлении. Тебя хочу дополнить, потому что коммуникация это ключ. Продолжение правильно говорит. Если вы не знаете, что дальше, спросите, что дальше было у другого человека, которого вы считаете тем, на кого стоит равняться. И следующим возможным вариантом развития событий является поиск Win-Win. Я думаю, многие из вас слышали эту концепцию. У нас тоже мнение разделились, но я бы хотел озвучить свою точку зрения. К примеру, у нас возникла ситуация, что ребята хотят развиваться, но стек технологий на текущем проекте достаточно устоявшийся. Мы не внедряем новые технологии, мы не внедряем новые прейтворки. Я думаю, многие бывают такие проекты, когда они чувствуют, что достигли определенного технологического плата. Но при этом это не говорит о том, что вы не можете развиваться в рамках данного проекта. Можете прийти к ПМ и сказать, что ребята, я хочу развиваться. Можете попробовать найти тимлида, тихлида и так далее и спросить, как я могу развиться в данном проекте для того, чтобы это было полезно как мне, так и бизнесу. К примеру, на мобильных проектах очень редко пишутся юнитесты. Мобильные проекты достаточно редко тестируются. Но вы хотите изучать юнитесты. Приходит разработчик и говорит, я хочу научиться тестированием. Окей, вот тебе проект, ты можешь писать юнитесты условно в свободное время или в то время, когда он считает, что он закончился на и-таске. У него есть мотивация для того, чтобы писать эти тесты. У него есть стимул. Соответственно, от вас не будет требоваться никакого определенного импута. Но при этом будет получаться качество проекта, качество продукта и все будут оставаться довольны. Да, на самом деле атернативное мнение с точки зрения HR, когда мы обсуждали это с Димой, заключается в том, что необязательно поиск вин-вин ситуации является самым приоритетным. Здесь, мне кажется, начинается одна из самых интересных частей, которые мы придумали на эту презентацию с Димой. Мы будем как бы с вами взаимодействовать. Давайте попробуем поинтераптивничать. Поднимите руку, кто слышал о дилемме заключенных. Супер. Хорошо, давайте попробуем эту дилемму рассказать на примере двух дробовольцев. Нам нужно два дробовольца. Поднимите руку. Да, возможно, это будет на самом деле интереснее. Выходите, ребят. Выходите сюда. Давайте немножко расскажите о себе. А мы расскажем, в чем будет заключаться сам эксперимент. Результатом эксперимента у нас будет вот такой вот приз. Нам ребята из Датарт, из Киевской Датарт накидали. Здесь очень много интересных, полезных призов. Вот за него вы сейчас будете бороться. я рассказываю, в чем заключается кейс. Представьте, что вот эти два наших добровольца это заключенные, будущие, которые до этого совершили интересное ограбление и нагребли очень-очень много ценных предметов. Запрятали их где-то. И оба они знают, где это все находится. Будет у нас то, что они награбили. И ребят в какой-то момент ловят и заводят по разным комнатам. И начинают допрашивать. Допрашивая таким образом, чтобы второй человек сдал первого. А первый рассказал, в чем-таки была вина второго. Вот давайте попробуем все это воссоздать и для какого-то минимального знакомства представим, что вы как бы два сообщника. И парочку хотя бы предложений себе, чтобы с друг другом познакомиться. меня зовут Влад, мы работаем вместе с ребятами в ДТАрте, я тимлит из Киева. Спасибо. Окей. Подстанови лицо сразу. Окей, меня зовут Богдан, я HR, HR без работы. Вот. Решил, так сказать, войти в IT. Мое первое мероприятие, скажем так. Я надеюсь, оно запомнится. А теперь давайте представим, что мы ребята развели в разные комнаты и сейчас как бы допрашиваем. Допрашиваем, цель допроса заключается в том, чтобы один сдал второго. Теперь давайте попробуем развернуться так, чтобы представим, что вы находитесь в разных комнатах. У нас есть в нашем кейсе четыре варианта. Первый вариант, ребята не сдают друг друга. Мы допрашиваем одного, он говорит, я ничего не знаю. У нас есть второй человек, мы допрашиваем не его, он говорит, я тоже ничего не знаю. В таком случае мы ребят отпускаем и ребята сразу идут за награбленным. Они забирают его и полиция остается с носом. Второй вариант. Первый человек задает второго, второй не задает первого. И тогда первый выходит на свободу и забирает свой подарок. А второй остается у нас в тюрьме. Третья ситуация. Совершенно наоборот. Второй сдает первого, а первый решает молчать. Тогда второй забирает наши сокровища и уходит на свободу, когда первый остается у нас в тюрьме. Четвертый кейс. В данном случае это луз-луз. В четвертом кейсе оба сдают друг друга. В данном случае оба остаются без подарка. Ребята садятся на свои места и для того, чтобы потом им забрать свой подарок, им нужно будет рассказать нам какую-нибудь интересную историю своего опыта после конференции. В реальной жизни это все будет звучать, как мы посадили обоих, но помиловали и сделали небольшую скидку на их срок. Скажем, вместо десяти лет они отсидят два года за то, что сдали друг друга. Но поскольку оба виноваты, они должны отсидеть. Окей? Теперь, прежде чем, ребята, вы как бы сделаете свое решение, мы попробуем угадать, попробуем понять, как считает аудитория, кто как проголосует. Смотрите, ребята, вам нужно понять, вы готовы поправить часть, то есть вы сдаете оппонента или нет. Если вы сдаете человека, скорее всего, с большей вероятностью вы получите больше профит. То есть ваш ожидаемый выигрыш, математическое ожидание вашего выигрыша не будет не хуже, чем у соперника. Соответственно, в реальности, если вы не знаете перед другого, более выгодно вам сдать соперника. Вы познакомились с ребятами, представляем, кандидат номер один, кандидат номер два. Давайте попробуем проголосовать и подумать все-таки, кто, как считает. Ребята, выдающие с этой эксперимента, не смотрите. Смотрите, прямо перед собой. И вашу выдачу показать палец вверх вашей руки, если вы готовы сотрудничать, палец вниз, если вы не готовы сотрудничать. Поднимаешь руку вперед. И как только мы говорим, нужно принять свое решение, вы показываете, либо вы не сдаете, либо вы сдаете вашего коллегу. Напоминаю, напоминаю еще раз исход событий. Первый исход событий, ребята не сдают друг друга. и они выходят сразу. И они делят этот подарок вдвоем. То есть, его нельзя будет одному забрать, ему нужно будет разделить. Второй кейс, кто-то кого-то сдает. И тот, кто сдал, уходит с подарком, полностью оставляет его себе. И четвертый кейс, это когда они сдают друг друга. Тогда им придется рассказать нам что-нибудь в конце, и не смогут разделить этот подарок. Все ответили? Окей. Ребят, смотрите прямо, на раз, два, три, принимайте свое решение. Палец вверх вы не сдаете, палец вниз вы сдаете. Раз, два, три. Поворачивайтесь друг к другу листов и смотрите. Да, поворачивайтесь, ребята. Давайте похлопаем, ребята, на самом деле это очень интересно, как мы и сказали, по эксперименту мы вручаем подарок тому человеку, кто сдал второго. Присаживайтесь в свои места, а я расскажу в чем заключается мысль. Можете посмотреть результаты, как считала аудитория. Присаживайтесь, присаживайтесь. Так просто, я же сказал, правила игры довольно простые. Суть эксперимента была в том, чтобы я в конце вам донес мысль о том, что луз-луз в нашем случае это точно не самый плохой вариант. Когда вы и человек, с которым вы работаете, стейкхолдер, клиент, заказчик, HR, компания тоже теряет, как и вы, это наиболее приемливый вариант решения событий. Объясню почему. Если бы ребята решили сдать друг друга, если бы ребята не пользовались своими моральными убеждениями, выиграли бы обои. Более того, когда они принимали решение, они не могли предугадать, как поступит человек. Когда вы в данном случае ожидаете какие-то, вы ставите какие-то ожидания от человека, вы проигрываете изначально. И если вы хотите выиграть в этой игре, если вы хотите выиграть в этой дилемме, то правильным было бы решение на самом деле сдать человека. Да, потому что если вы принимаете решение положиться на его доверие, то в данном случае ставите себя в поднебольное положение. И не факт, что получится, как получилось. Видите, да? Можно еще попросить прокомпетировать ребят? Все зависит. Все зависит. Абсолютно все зависит от внешних условий. Правильно говорит Инна. Мы сделали чисто с вами локальный эксперимент, которым люди не знают друг друга, которые не познакомились. Возможно, они во время знакомства не сказали какую-то конкретную фразу, которая бы сблизила это с человека. Если бы, например, это было два HR, возможно, служилось по-другому. Никто не может предугадать. Но штука в том, чтобы мысль отложилась у вас, что ситуация, в которой обе проигрывают, не есть плохая. Как это происходит на практике? Если на практике вы чувствуете, например, что вы находитесь в проекте, может не удастся, но вы не успеете в сроке. Например, договорились вы о проекте, который явно провалится по срокам. И вот самым логичным, самым правильным для вас, для вашего развития карьеры был бы вариант, если вы тоже потеряете. В чем-то. Возможно, это в реальности проявляется, например, в оверворк. Вы потеряете свободное время, но вы приобретете, например, в расположении себя с точки зрения команды либо компании. Вот это один из возможных вариантов того, когда ситуация луз-луз играет на вас. Не всегда ситуация вин-вин, а на самом деле Дима правильно говорит, что самый правильный был бы вариант это ожидать, что вин-вин. Но иногда вин-вин не случается. И поэтому в данном случае было бы правильно искать ситуацию луз-луз. Вы на этом сможете сыграть. Ваше карьерное развитие будет получать определенный буст после этого. А можно еще попросить ребят прокомментировать, почему они сделали это решение? Да, было бы очень интересно. Как удобно, слушайте, а у нас... Окей, хорошо. Нет, я тебя запомнил. Это бизнес, ничего личного. штука в том, что чуть-чуть такого личностного мне, я очень хорошо чувствую людей. И я прочувствовал, что добрый, такой. Чисто для интереса, я не добрый, я жадный. это половина нормально. Да. Чем ты угол? Насколько я помню, если бы Луз-Луз, то половине бы подарка было. Вот, и как бы... Да, 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 зачем мне половина подарка, или целый, или ничего. Я надеюсь, как бы в этом плане мы мысль донесли. И после этого мы как бы постараемся ее продолжить. Мы постараемся продолжить, и мы расскажем вообще с точки зрения, что такое Луз-Луз и Вин-Вин в нашем случае. Все-таки могли бы мы достичь здесь какого-то Вин-Вин. Я думаю, да, если бы ребята договорились, если бы они знали, что они спрятали, что было в этом пакете, если они действительно понимали всю картину. То есть в данном случае мы видели голосование, которое является каким-то определенным black box. Они не знают, что является внутри, они не знают, чем они рискуют, они не знают соперника своего. Соответственно, вот позиция Луз-Луз или Луз-Вин это более выгодное для них, если понять с точки зрения альтруитма. Если мы посмотрим с точки зрения бизнеса, что вообще часто происходит? Если мы не вкладываемся в развитие проекта, скорее всего, клиент тоже может не быть заинтересован в последующем развитии. К примеру, то, что сказала Инна, что в долгосрочной степени скорее всего клиенту будет интересно продолжать сотрудничать с нами, если он получает от нас выгоды. Но при этом стоит не забывать, что это должно происходить обою досторонне. если мы что-то делаем хорошее для клиента, клиент что-то должен делать для нас. К примеру, набирать больше людей в команду, или давать определенные премии, или продлять контракты. Если не происходит постоянного вид-вин, а происходит игра так называемого в одни ворота, значит, что-то где-то делается не так. Соответственно, вы можете попробовать это изменить. Также задавайте вопрос, чем вы можете быть полезны бизнесу. Как на конкретном проекте я могу быть полезен? Если вы считаете, что клиент может в чем-то заблуждаться, попробуйте аккуратно это поднять. Вы можете предлагать свои инициативы, можете предлагать свое экспертизное мнение. Не всегда делайте только то, что вам говорят конкретно на конкретном проекте. Попробуйте проявить инициативу. Да, иногда инициатива наказуема, и не всегда все будет принято со стороны клиента. Но может быть данная информация даст клиенту возможность посмотреть немного другой точки трения. К примеру, у нас был проект, на котором мы производили медицинское устройство. Ввиду NDA, понятно, я не смогу предоставить много деталей об этом проекте, у нас была целевая группа 5 человек. И на этой целевой группе мы проверяли, насколько наше приложение будет соответствовать пользователю. Если бы не было этой целевой группы, скорее всего, мы приложение девайс, который мог бы не подходить к данному контенту, к данным людям. Изря говорят, что есть мысль проводить коридорное тестирование. Если у вас есть у 5 незаинтересованных людей мнение о проекте, продукте и так далее, может быть продукт двигался бы совсем в другом направлении. Поэтому пробуйте спрашивать у людей, спрашивайте мнение о проекте и продукте. Это часто может вам помочь. На самом деле подтверждаю, что с точки зрения HR, любая сделка, которая совершается с кандидатом, должна расцениваться с точки зрения бизнеса. Убирая личный фактор, это одно из самых сложных, когда вы работаете с кандидатами, это убрать личный фактор. Когда вы получаете, например, очень классного кандидата, но который не матчится под конкретную позицию, здесь важно понимать, что бизнес движет принятием вашего решения. Это в первую очередь будет способствовать как вашему развитию карьеры, так и карьеры человека, которого вы нанимаете, пытаетесь на него, потому что под определенный скиллсет, если не попадает человек, важно понимать его бизнес велви. Если он не несет, но человек хороший, то к сожалению решение в первую очередь должно приниматься с точки зрения бизнеса. Что это принесет? Одна из следующих мыслей, которые я хочу донести в конце по поводу персонального развития, что существует некий Dev Vacuum, в общем, не важно, кто вакуум, HR вакуум, человек, который принимает решение, что на данный момент он допустим достиг какого-то хорошего уровня и ему хочется больше. Но он понимает, что есть некие связи, некие зависимости себя, компаний, проекты и так дальше. И к моему сожалению, довольно часто случается так, что человек для того, чтобы продвинуть себя по карьере, предпринимает следующее решение. Он приходит к компании и у меня рандомный оффер, повышайте мне зарплату. Вот я хочу рассказать про этот кейс с точки зрения того, как это выглядит со стороны HR, со стороны компании даже, убирая абсолютно весь личный фактор, в данном случае этот кейс проигрышный. Проигрышный почему? Во-первых, человек, который инвестирует свое время в работу в компании, он в первую очередь инвестирует в связи, которые работают с ним. И если вы решаете, например, менять компанию по не объективным для вас причинам, но если вам не движет только желание продвинуться по карьерному росту, то возможно в долгосрочном периоде вы потеряете больше. Объясню почему. Как только вы меняете рабочее место, вы находитесь в состоянии адаптации. В состоянии адаптации вы будете всегда перформить ниже вашего привычного уровня. До того момента, пока вы не познакомитесь с остальными людьми, до того момента, пока вы не почувствуете себя комфортно и до того момента, пока вы не сможете полностью себя раскрыть между коллегами. В этом случае продвижение по карьере, продвижение по уровню вашей компенсации возможно не самым будет правильным решением ставить либо ультиматум, либо приходить противовес. В то же время я хочу сказать для HR, что это нормально, когда человек ходит по собеседованию. Это нормально, когда человек пытается понять уровень своей компенсации на данный момент. Вот здесь я тоже часто встречаюсь с фактором личного характера. Когда человек например приходит по собеседованию и при этом работает у вас компания и вы об этом узнаете. Представляете, какая обидка. Как это? Как это он ходит в другую компанию собеседовать? Вот он. Удалить крестик и поставить на противофамилии. В общем, это нормально. Люди, я серьезно говорю, это абсолютно нормально. Люди должны понимать как работает рынок, кто они сейчас на данный момент. Это абсолютно не означает, что человек примет какое-то решение опосредственно или вы не сможете на него повлиять. Это совершенно нормально. Но, еще раз, с точки зрения вас как профессионала, вот такой кейс будет, возможно, не самым правильным с точки зрения инвестиций. и добавляя по поводу рандомного опера, почему так? Давайте вопрос. да, а если ты сидишь в компании и думаешь, что в компании куда-то уже что-то умеет, то понимаешь, смысл будет сидеть. Да, то есть, ну, ты просто будешь сидеть и делать одно и то, и это делать. Да, я понял мысль, да, вот, что делать, если компания вот уже вот здесь вместе с потолком, смыслом. Это совершенно нормально, да, то есть, как бы тот кейс, который я описывал, он должен быть просмотрен с точки зрения вот критических, да, то есть, если вы чувствуете, что ситуация, в которой вы не можете себя реализовать в компании выше, чем вы того хотите, ну, правильно будет решение найти себе другую компанию и попрощаться на добрых условиях. Это совершенно тоже нормально. И более того, я хочу как бы посоветовать HR-ам и компании к этому тоже нормально относиться. Бывает компании совершенно разного уровня, масштаба, процесса, реализации там собственных проектов. Это тоже нормально, когда происходит движение по рынку. Вот без движения по рынку было бы все гораздо сложнее. Это как бы тема другого разговора, но отвечая на ваш вопрос сто процентов. Если чувствуете, если об этом узнали, если на это критически подумали, принимаете решение, почему нет? опять же, стоит добавить тот момент, что если вы приходите говорить, у меня есть опера с другой компанией, это уже, наверное, довольно подно. Желательно доносить свою точку зрения как можно раньше. То есть, если вы чувствуете, что вы двигаетесь никуда, и вы уже начинаете ходить по собеседованиям, есть смысл просто прийти и пообщаться внутри компании, еще раз попробовать себя проколистрировать, продать и так далее. Может быть, есть как раз позиция, которая подойдет именно вам в данный момент. И нет смысла тратить заново свои ресурсы для того, чтобы устраивать свою позицию в новой компании. Если вдруг открывается какое-то новое направление или есть именно тот проект, который может подойти вам. Может, конечно, его и не быть. По крайней мере, это будет искренне, и это будет справедливо. Сообщите своих намерений о том, что вы чувствуете, что вы уперлись в потолок, и вам некуда развиваться дальше. Да, мы с Димой работаем в компании DataArt достаточно приличное количество лет, с десяток, наверное, на двоих. Точно вам сказать, что мы за разрыв шаблона. Мы за то, чтобы как разработчик, так и чала, и компании все присутствовали в доверительных отношениях. Совершенно нормально говорить открыто о том, что вы проходите собеседование, делиться. Совершенно нормально не обижаться на такие факты. Совершенно нормально договариваться о возможных, о лучших событиях, которые вы сможете помочь друг другу. То есть, it's okay. Важно открыто делиться, не стоит его пугаться. Ну и мы хотели как бы закончить. Здесь вы можете таким образом с нами связаться. Привет, Настя. Спасибо большое. Настя нам посоветовала поставить сюда ссылочки. Как вы сможете нам написать, позадавать любой вопрос, который вам интересен. Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Заходите как бы на Инстаграм Димы. У Димы отличные фотографии. А еще Инстаграм просто один из самых правильных способов сконтактировать со мной либо с Димой. Вот. Да-да. Да-да. Скажите на Facebook Стасов. У нас отличные такие и крутые посты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok